Как на практике переводить WordPress В этом видео уроке мы на практике рассмотрим вопрос перевода движка WordPress и саму CMS и тему для нее, чтобы лучше понимать как вся эта магия работает Итак приступим Для практики будем использовать последнюю официальную тему Файлы перевода для движка находятся по адресу vpcontent.languages В этой папке размещаются доступные переводы для самой системы, плагинов и шаблонов Здесь не рекомендуется править файлы, поскольку после обновления движка, плагинов или тем, ваши наработки в переводе будут перезаписаны и потеряны Мы будем переводить нужные нам файлы в своей локальной среде темы Чтобы перевести CMS WordPress на любой нужный язык, вы можете скачать уже готовые файлы переводов на этом сайте Например, нам нужно перевести движок на белорусский язык, находим нужный язык, скачиваем на свой компьютер Распаковываем архив в папку vpcontent.languages И активируем перевод Для этого открываем файл vpconfig.php в корне сайта и прописываем в строчке define.vp.lang нужный код языка Если такой строчки в файле нет, просто добавьте ее Нужный код можно узнать в поле WordPress.local на указанном выше сайте, в нашем случае это bell Поэтому прописываем define.vp.lang.ph Уточнение, в последних версиях WordPress эту константу не нужно указывать, но нам она все-таки нужна для практики После распаковки файлов переводов заходим в консоль по адресу настройки общие И в поле язык сайта выбираем нужный язык и ниже нажимаем сохранить изменения Отметьте, что после распаковки файлов белорусский язык отображается в секции установленные Если вы выберете другой язык из секции доступные, тогда файлы локализации этого языка автоматически загрузятся в папку переводов И в этом случае можно пропустить ручную загрузку файлов переводов После этого обновите сайт и вы увидите, что некоторые системные строчки перевелись на белорусский язык Некоторые, но не все, потому что большинство строк прописаны в шаблонах активной темы Давайте с этим разберемся Напомню, что дефолтные переводы тем можно найти по адресу vp.content.languages.thems Но иногда тема не имеет таких переводов, тогда нам нужно добавить свои локальные переводы В таком случае добавим свои файлы перевода для темы Это файлы с расширением .mo, .po и .pot, которые в своем названии содержат код нужной локализации Если таких файлов нету темы, тогда давайте их создадим Оптимальный способ для этого использовать бесплатную программку p.o.edit Скачайте и установите ее на свой компьютер Откройте программу и перейдите в файл создать Выберите язык перевода Нажмите сохранить По умолчанию для белорусского языка автоматически подставляется код локализации bl Но нам ведь нужно bl, поэтому переименовываем файл Напомню, что имя файла должно быть в формате код локализации .po То есть в нашем случае bl.po После сохранения этого файла заготовки нам нужно объявить в теме только что созданный файл переводов Для этого откройте файл functions.php в вашей теме и добавьте следующий код в таком формате В нашем практическом примере такая функция уже подключена, тогда нам нужно ее немного подправить Этим мы указали, что все файлы переводов располагаются в папке нашей темы в каталоге languages Создадим такой каталог и протестируем работу функции Перенесем ранее созданный файл .po в эту папку, а также скопируем дефолтные переводы темы из папки vpcontent.languages.tems Откроем русский файл перевода в notepad++ для ознакомления Главное в этом файле пара строк вида message.id и message.sta Где message.id это оригинальные значения строки, а message.sta перевод этой строки Давайте откроем наш сайт и начнем тестировать перевод На главной странице выводятся первые сообщения Еще один сайт на wordpress По-моему это на русском, а нам ведь нужно на белорусском Начинаем искать этот перевод в программе notepad++ Так, здесь нет такой строки Далее идем искать в папку переводов по умолчанию vpcontent.languages Такая строка обнаружилась в файле admin.ru Открываем его и видим, что запись этого перевода выглядит так Скопируем эти строки в наш файл перевода на белорусский По-белорусски перевод будет такой Простите, если перевод не верен Вписываем его, сохраняем файл, обновляем сайт и... ничего Мы правили файл с расширением.po, но система понимает только файлы с расширением.mo Нам не нужно его самим создавать Достаточно открыть файл.po через программу.po.edit Пробуем Видим, что появилась одна строка Отлично, теперь чтобы создался файл с расширением.mo Достаточно лишь нажать на кнопку сохранить Смотрим папки переводов темы Да, нужный файл появился Теперь в дальнейшем при редактировании перевода в файл.mo сам будет обновляться Главное делать это через программу.po.edit Обновляем сайт и... Ничего Что ж такое Ищем оригинальную строку в шаблонах темы Хм, такой строки тоже нет Давайте попробуем через исходный код поискать Нажимаем F12 в браузере И смотрим какие классы у нужного нам блока Так, этот текст выводится в блоке с классом SiteDescription Ищем такой класс в шаблонах Есть такой класс, но нужного текста нет Вот здесь мы столкнулись с тем, что некоторые переводы хранятся в базе данных В данном случае в поле краткое описание в консоли Пробуем менять Так работает Но нам ведь нужно тестировать работу файла перевода, поэтому идем дальше Ищем следующий текстовый блок Имеет класс PageTitle Вот кажется то, что нужно В шаблоне Index.php эта строка выводится таким кодом Отлично, пора познакомиться с функцией перевода Она работает по принципу эхо, то есть выводит на экран на сформатированную строку В примере выше у функции есть два параметра в одинарных кавычках, разделенных запятой Первый это текст для перевода А второй это домен локализации Его мы указали в файле functions.php Так, давайте опробуем перевод Добавим оригинальные значения и перевод в наш файл перевода темы Обновим через p.o.edit и Ура! Заработало! Методом проб и ошибок мы вкратце познакомились с практическим этапом перевода шаблона на WordPress Хорошего настроения, до встречи!